Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на Матин Клепплей первый сервачок. Итак, пацаны, вышло наконец-то обновление, которое вы много ждали. Но я не про глобальные обновления, я имею ввиду то, что сделали наконец-то нормальные скоростя на машинах. Я уже одну машину потестировал, это Тесла, и она едет очень даже неплохо. И сегодня я хочу потестировать все свои машины, прямо на видосике, в принципе, показать сколько они едут с чипами, потому что у меня автопарк довольно-таки интересный. У меня есть Тесла, у меня есть Бугатти, у меня есть М3, то есть машин у меня реально много, поэтому я думаю вам это видео будет очень интересно. К вам есть только две просьбы. Первый, пацаны, это пожалуйста подпишитесь на канал, потому что моя цель 20 тысяч подписчиков до лета набрать. А осталось совсем немножко, буквально 3 месяца, поэтому, кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк, обязательно, давайте на этой серии наберем 200 лайков. Также не забывайте вывести мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Ким. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я, короче, нахожусь возле особняка семьи, и сейчас мы будем тестировать мои машины. Давайте самое сладенькое я оставлю под конец, а самое сладенькое это будет у нас, получается, Тесла. Вот, Тесла и Бугатти. Ну, в принципе, Ламба, думаю, тоже будет интересно. Короче, самое сладенькое я оставлю под конец, поэтому, пацаны, смотрите видос от начала до конца. Давайте возьмем БМВ, я, честно, на ней еще не ездил. Единственная машина, на которой я ездил, это Тесла, получается. Но я вам ее чуть позже покажу. Так, давайте заводим, кстати, не тросик, уже нормально работает. Единственный минус этих скоростей, то, что машина назад едет всего лишь 9 километров. Это такой бах. Блин, вот это она бочком валит. Ого! Малышка, успокойся, ты шо, малая. Вот это она бочком валит, да, Мурочка вообще? Я думал, она уже старуха, она, ты шо, дает жару, блин. Тапочку в пол сейчас дадим, короче. У нас есть тут хорошая трасса, где мы можем разогнаться. Я хотел погоняться возле Наша, но там много людей. А здесь такая трасса вроде бы свободная. Все машины, пацаны, с чипом. Как бы без чипа вы можете машины сами потестировать в автосалоне. А сегодня я буду показывать именно машины с чипами. Едет эта малышка 209 километров, это с чипом. Ну, я считаю, результат довольно-таки неплохой. 209 километров, я считаю, это очень даже неплохо для этой машины. Ну, то есть, раньше она ехала сколько? По-моему, 197, а сейчас она едет где-то 170, потому что спидометр врет на 30 километров. Итак, следующий автомобиль это Nissan GTR, просто спорткар такой. Я уже прокатился, он очень быстро разгоняется. Даже без нитра буду разгоняться. У него максималка 228 километров. Ну, то есть, это довольно-таки тоже неплохо, 228 километров. Я считаю, это прям порядочно. Вот, видите, упирается максималка. Но это на самом деле быстро, я вам скажу. Это реально быстро. Для GTR это, мне кажется, очень даже хорошая скорость. Останавливаемся, включаем метро. И полетел просто. Ускорение очень быстрое. Максималку набирает тоже нормально. По сути, 200 километров, если сравнивать со скоростью, которая была без глобального обновления. Я думаю, вы меня понимаете. Следующий автомобиль это Mercedes E63, то есть E-шка. Ну, блин, я уже проехался, пацаны. Я очень расстроился, потому что разгон у него сделали очень плохой. Можете вот сами даже посмотреть. Она ускоряется очень медленно. Максималку сейчас мы посмотрим, потому что максималку я еще не видел. Так, 160, 170. Ну, видите, она очень медленно набирает, очень долго. Так, 180, 9, 90, 191. Что мы даже на немаксималку не можем сделать. Пацаны, я не уверен в том, что это, как бы, постоянная скорость, а возможно, еще что-то поменяют. Так, вот, с нитросиком она и 207. Ну, как вы видели, без нитро ускорения очень сильно слабы. Поэтому, если у вас на E-шке нету нитросика, то я вам реально сочувствую, потому что без нитро она ускоряется очень и очень медленно. Пацаны, следующая машина это елик. Ебать, он ебнутый просто. Я вам отвечаю, он конченый просто. Смотрите, как он светлый ускоряет. Он просто всеми колесами шлифует. Он реально очень быстрый. Я еще максималку не тестировал, но он уже быстрый, пацаны. Чекайте просто. Ебать, он читерский просто. Нихуя себе просто, вы смотрите. Капец, он читерский. Ебаный насос. Бля, надеюсь, его не пофиксят, пацаны. Как бы, я не уверен в том, что это окончательные скоростя. Не тросиком просто, смотрите, ускорение. Ебать, он быстрый, пацаны. 213 он едет. Елик просто читерский сделали, реально. Елик просто очень быстрый. Прям пиздец быстрый. Я по-другому не могу сказать, потому что, ну... Ну, вы сами видите, он полноприводный. И он очень быстро ускоряется. И максималка у него очень хорошая, как бы. Для Елика, 212 это очень хорошая максималка. Но, согласитесь, это очень круто. Возможно, без чипа он не будет так жестко ускоряться. Но именно с чипом он едет очень достойно. Так, следующая тачка это Магнум. И знаете, что я заметил? То, что он за ним ходом нормально едет. Вот, 40 км в час. А остальные машины едут медленно. Но ускоряется он быстро. Ну, потому что он без прицепа. С прицепом он будет ускоряться медленнее. Да, 160 максималка. Ну, блин, я не знаю, есть ли вообще смысл это показывать. То, что он так едет. Давайте пробуем его обогнать. Вот у нас максималка 160. У него максималка примерно такая же, я думаю. Хотя, наверное, нет. Так, а кто это такой? Так, это Хэри. Бля, я его случайно подрезал, короче. Сорян, я не специально пингануло просто. Короче, Магнум едет 160. Ну, по управлению, как бы, как и было, так и остался. Главное, что привод был не передний. Тогда задний привод, в принципе, нормально все. Следующая машина просто самая любимица моя. Ну, и среди кузовов BMW. Это BMW M5 E60. Это самая просто пиздатая тачка. Именно внешне имею в виду. Стартуем с нейтройщиком. Уходим красиво просто. Сейчас посмотрим максималочку этой малышки. Так, 204 она едет. А M5 E60 сколько ехал, я не помню. По-моему, столько же примерно. Ну, то есть, плюс-минус они идут одинаково. Ой, блядь! Хотел называться бочком дать и чуть, блядь, не умер нахуй. Так, давайте пробуем на ней боком дать. Не, ну, боком, конечно, не хотя идет, но идет боком. Идет боком. Если еще не тросик подрубить. Бочком можно раздавать, но трудно. Как-то она какая-то валка, видите? Какая-то она валка. Но, в целом, можно бочком надавать. Ну, на, по-моему, на F90 было покомфортнее боком давать. Следующий автомобиль, это Lamborghini просто. Я думаю, это тоже пиздатая тачка. Bugatti и Tesla, пацаны, будут под конец, если что. Потому что, я считаю, это самые интересные машины. Ого! Ого, ты что, ты что, ты что? Успокойся, малышка! Ты куда, ты куда помчала, блин? Прямо такая жесткая, блин. С нейтройщиком прям ускоряется. Ускоряется. Так, максималка у нее... 250, я увидел. Было 250. Давайте я вам еще раз покажу. А вот, блядь, Lambo, кстати, неплохо едет. 250. Но это реально очень угодно. Ну, ускоряется, конечно, надолго, до 250. Но по трассе, если ехать, типа, нормально будет, мне кажется. Не, ну, 250 для Lambo, это, мне кажется, очень даже хорошо. И по управлению она очень даже хорошая, я вам скажу. Конечно, да, бочком можно ее затянуть. Но по управлению она очень управляемая. Вот видите, как я ее просто туда-сюда толкаю, и я до сих пор не влезался никуда. Ну, то есть, по управлению она очень хорошая. С нейтройщиком ускоряется, реально кайф просто. Пацаны, я только что ехал от дома, и я просто охуел от этой машины. Вот серьезно, это BMW M3 E46, пацаны, если что. Ебать, она быстрая! Она едет быстрее, чем Lambo, пацаны, чтобы вы понимали. Я вообще вам покажу. Надо, чтобы Nitro появилась. Хотя, давайте без Nitro попробуем. Она просто читерская. Посмотри, как она ускоряется быстро. 200 уже. Уже 200, пацаны. Нам просто здесь расстояния даже не хватит, чтобы ее разогнать. 250, 253. Ебать, она читерская, пацаны. Я не знаю, либо они специально так сделали, либо случайно. Так, вот, с Nitro ускоряемся. Чекаем максималку. 266 максималка. Это BMW едет быстрее, чем Lambo, пацаны. Я не знаю, возможно, они что-то перепутали, но... Мне нравится то, что она такая быстрая, типа, мне эта машина симпатизирует. Вот, 266 максималка. Очень хорошее ускорение. Привод у нее задний, кстати. Это довольно-таки неплохо. Не, ну, блин, 266 для BMW старенькой. М3. Это реально жестко. Это реально жестко, но в целом мне реально нравится, пацаны. Итак, пацаны, следующий автомобиль, это у нас Audi RS6, RSK ебашит. Сейчас посмотрим, ебашит она или нет. Так, едем без Nitro, хотя Nitro она не есть, но я уже его использовал. И максималка 201. Ну, блин, на самом деле, я думал, она будет быстрее ехать, потому что, ну, как бы RS6 все-таки. RSK ебашит, полный привод, квадро, мотор пиздатый. Ну, блин, могли бы максималку сделать хотя бы, ну, 230 там. Здесь задний привод, блин, могли бы полный привод сделать хотя бы. Потому что RSK в реальной жизни полно приводная. Хотя, пацаны, возможно, это все поменяется. Хотя, надеюсь, что нет, потому что пока что все скоростя на машинах меня в целом устраивают. Но RSK можно было сделать побыстрее немножко. Ну, и пришло время, пацаны, сладенького. Это, получается, Bugatti. Самая быстрая машина в серваке должна быть. Сейчас мы узнаем, быстрая она или нет, потому что я еще не тестировал. Итак, пацаны, вот у нас Bugatti получается. Давайте замерим максималочку. С Nitro в принципе нормально пойдет. Так, и максималка у нас 286. Ну, почти 287. Ну, блин, я ожидал большего, пацаны. Я ожидал, что она будет ехать больше. Потому что, ну, как бы это Bugatti, пацаны. Это гиперкар, понимаете? Получается, что BMW M3, BMW M3 E46 едет почти так же сам, как Bugatti. Ну, Bugatti там быстрее всего лишь на... Ну, на 20 километров, можно сказать. Она быстрее всего лишь. Ну, типа, это такое себе на самом деле. Где 300 километров в час? Где они? Она едет всего лишь 286. Я думал, она будет ехать там 300-320 километров. Но в итоге она едет всего лишь 286. Я считаю, что для Bugatti это очень мало. Это прям очень мало для Bugatti. И хотелось бы увидеть скорость 300 километров в час. Потому что, пацаны, повторюсь, это гиперкар. Ладно, Lambo там, это спорткар. Это не гиперкар. Но, блин, Bugatti это гиперкар. Она должна ехать очень и очень быстро. Вот эти колеса меня просто очень сильно раздражают. Ну, типа, это ни о чем. И видите, как она долго ускоряется без нитро. Ну, то есть, они даже толком не погонять. И колеса у нее широкие, пиздец какие просто. Ну, короче, Bugatti испортили, пацаны. Я жалею то, что я ее купил в свое время. Ну, конечно, надо взорваться, пацаны. Почему бы и нет? Ну, да, в принципе, вот так вот будет постоянно проходить поездка на Bugatti, пацаны. Вот именно так она будет проходить, потому что по-другому на ней ездить вообще некомфортно. Потому что она как бы и рулится худево, и максималка вроде бы небольшая. Просто, понимаете, у нее полный привод. И за счет полного привода она просто не хочет в поворот нормально вписываться. Да, там по прямой она нормально едет. Но когда ты пытаешься в поворот зайти резко, у тебя это не получится. Она просто летит в дерево, там, в речку. Короче, тачка ря-говно. Так, следующая машина. Это у нас, получается, Тесла. Это очень пизданая тачка, которую я недавно купил за 15 миллионов. Сделал полный тюнинг. Короче, кто видосик не смотрел, можете посмотреть. И, кстати, номера на нее вот такие вот поставил. Типа 3888. То есть, как 887, только наоборот. Мне этот номер очень нравится. Потому что на фулблат у меня денег нету. Ну, а полублат я считаю очень даже красивый. Ну, что ж, давайте посмотрим максимальную скорость ее. К сожалению, здесь Nitro нельзя поставить. Потому что Nitro убрали из СТО. То есть, тачки с Nitro, это будут эксклюзивные машины. Итак, максималка у нее 239. Я считаю, что это очень даже неплохо. Прям, прям годно. Прям очень годно. Ну, что ж, пацаны. Вот такое вот получилось видео. Я вам показал 11 машин. Все, повторюсь, были на чип-тюнинге. То есть, без чипа я вам машин не показывал. Если вы хотите потестировать машины без чипа, можете сами как бы это сделать в автосалоне. А моя цель была показать именно, сколько машина едет с чипом. И мне кажется, у меня это получилось. Ихуя, если Тесла бочком навалит, пацаны. Вот это реально прикольно. На Тесле можно бочком раздавать. Ой, блядь. Это я долбоеб немножко, да? Ну, ладно, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если хотите, можно будет потом стрим когда-то запустить. И я потестирую все машины в автосалонах. Без чипа прям. Именно все-все-все. Конечно, у меня на это уйдет где-то около пару миллионов. Но если вы наберете на этом видео 500 лайков, то я запущу стрим, где я буду тестировать именно все машины. Субтитры сделал DimaTorzok